Здравствуйте, братья и сестры! Сегодня у нас кино по уже установившейся традиции. И я предложу вам фильм под названием «Звезды» с сухоруковым главной роли на баннере за моей спиной. Вы видите один из кадров этого кино. Сейчас скажу, что меня в этом кино заинтересовало. Ну, известно, наверное, многим, что развал Советского Союза был одной из крупнейших геополитических катастроф в истории человечества, нам известных. Русский народ стал самым разделенным по количеству народов в мире. Ясно, что большинство армян живет не в Армении, и евреи рассеяны были, и греки дисперсионно рассыпаны по вселенной и так далее. Но по количеству русские – это самый рассеянный народ. И вот этот фильм предлагает нам взгляд на жизнь глазами одного из таких вот русских без Родины. Сухоруков играет учителя русского языка и литературы, который живет в Узбекистане. Он живет в Ташкенте, прям столица республики. Он владеет узбекским языком, поэтому его считают там забратой из-за своего. Он давно там ассимилировался, прижился, но живет он в мире Лермонтова, Толстого, Бунина, Чехова, Достоевского. Это его работа. И вот этот человек с двойной душой, который русский в Узбекистане, остановится перед необходимостью заработать много денег, потому что у него сильно заболела дочка. И он едет туда, где его историческая родина, собственно, в Москву. Он прекрасный русскоговорящий человек по фамилии, я не помню, как его фамилия, но имя и отчество у него Юрий Алексеевич. Поэтому к нему прилипает на всех перекрестках кличка Гагарин. Так он себя, в конце концов, называет. На Востоке часто, бывает, называют люди себя такими высокопарными словами. Так что вы не удивляйтесь, если какой-нибудь армянин назовет вам себя как Гамлета, например, или армянка как Афелию, или какой-нибудь там узбек скажет вам, что он, допустим, там, не знаю, Онегин, например. Был такой, Онегин Гаджикасимов, такой переводчик песен в советское время, потом монашество принял. Это для них нормально, поэтому и Гагарин там пошло. И вот там начинается интересная история о русском, который не русский, который вынужден, среди гастарбайтеров, или астарбайтеров, я уж не знаю, астарбайтеров, да, югаарбайтеров. Он говорит с ними на их родном языке, они понимают, он понимает их, он пытается подтягивать их по-русскому, потому что это единственное, что он хорошо делает. А так его мытарит по разным стройкам, там, по всяким продуктовым магазинам, по овощебазам. И там он живет внутри этого узбекско-таджикского, киргизско-казахского мира, мигрантов, которые вызывают так много нареканий с нашей стороны, которые являются такой болевой точкой современной исторической жизни России. Там предлагается свой взгляд на эту проблему, сразу скажу, этот фильм может многим не понравиться, потому что взгляд человеческий. То есть там показывают не этнобанды малолеток, которые плохо воспитаны, или покинули свои маленькие деревни, приехали в огромную Москву, и здесь мне крышу сорвало. И они тут пошли по дискотекам, пошли там нюхать и колоться, начинают совершать преступления. Нет, там показаны работяги, которые у себя там где-то дома были, там, кто химик, кто шахматист, а здесь они все там лопатой машут, как бы, и боятся депортации. И он там с ними, он меняет разные там работы, как бы, у него есть своя беда, у него больной ребенок, и нужно много денег. И он, русский преподаватель истории, вернее, русской литературы, живет там без прав на своей родине, собственно, которая, как бы, ну, там попадает, там есть такой кадр с ФМС, где он там пытается легализоваться. Ему говорят, что нужно пройти экзамен по русскому языку. Но это, конечно, его выбешивает в крайнюю степень, потому что он сам преподатель русского языка. А не исключено, что экзамен будет принимать, например, какой-нибудь таджик или узбек, который натурализовался года три назад и нашел себе какое-то место где-то ФМС. Такое тоже бывает. В общем, этот фильм про нашу сегодняшнюю реальность и про то, что нас окружают люди. Особенно это важно, если у людей есть семья, и у них есть там переживания о детях, там, или они шлют, шлют там маме деньги туда и работают здесь, как бы, спят в повалку, там, в 25 человек, там, в каких-то нелегальных островах. В общем, вся вот эта вот тяжелая, мутная, непонятная история, на которой кто-то греется, от которой кто-то страдает, из-за которой возникают этнодраки и этнобанды, и распространяются иногда наркотики. А иногда, значит, стенка на стенку с ломами и лопатами эти работяги там сходятся в драках. А иногда убивают кого-то постороннего, иногда насилуют кого-то, потому что куча молодых мужиков, которые живут в нелегальном положении, это все кем-то крышуется, и кто-то с этого греется. И вот туда, в это самое месиво попадает русский мужик, значит, Юрий Алексеевич с кличкой Гагарин, который по родной своей занятости является преподавателем русской литературы и любит ее всей душой. О том, как это все происходит, я и предлагаю вам посмотреть. Вам может понравиться, может не понравиться, но проблема высвечена как бы изнутри, там есть много таких тонких моментов интересных, хороших, таких подмеченных, хорошо подмеченных, хорошо отыгранных. В любом случае, эту проблему нужно показывать. О русском народе фильм говорит очень хорошо, в том смысле, что нам было бы легче всего изображать всех нерусских, как бы какой-то одноликой страшной бандой, какой-то ордой. Но если мы видим в них людей и относимся к ним избирательно и сострадательно, это значит, что мы настоящие люди, и у нас все хорошо, и впереди нас ожидает лучшее будущее. Если вороватые чиновники, значит, не подпортят нам жизнь с неправильным решением мигрантского вопроса. В общем, я рекомендую, а там дальше подумайте, будьте спорить, будьте не соглашаться, для того и смотрят кино на самом деле. Кино не смотрит, чтобы отдыхать, кино смотрит, чтобы подумать и побороться с тем, что тебе предлагается, и победителей проиграть. В общем, нужно, чтобы душа обязана трудиться. И день, и ночь, и день, и ночь, да? Чтобы ступи воду не толочь, душа обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь. Этому тоже, значит, для этого и создано кино, на самом деле, а не для того, чтобы развалиться с попкорном, как бы и дать мозгу отдыхать. Мозг отдыхать не должен. До свидания.